Вы или ваши близкие столкнулись с проблемой онкологии и в результате химиотерапии или лучевой терапии выпали все волоски на бровях или ресницы. Что же делать женщинам или даже мужчинам некоторым в этой ситуации? Всем привет! Меня зовут Евгения Якушкина. Я врач, а еще являюсь топ-мастером и совладельцем студии Татуажа Реброми в Краснодаре. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, связанные с онкологией и татуажем. Нам постоянно задают много вопросов про перманентный татуаж. Один из самых частых это про боль, больно ли это. И ответ на этот вопрос вы можете получить по ссылке, по вот этой ссылке на видео. А сегодня я вам отвечу на вопрос, связанный с татуажем и онкологией. Можно ли его выполнять и какие могут быть особенности во время процедуры. Онкобольным можно делать татуаж в стадии ремиссии и, естественно, с согласия лечащего врача. Опасно ли это? Большинство врачей считают, что нет, это не опасно. Ничего страшного в татуаже нет. Вот в отношении татуировок могут быть проблемы, потому что татуировка это гораздо большая глубина внесения пигмента, это большая площадь внесения пигмента. И тут период заживления может нести такие опасности для пациентов. Иногда у тех, кто сделал татуировку, может повышаться температура выше 40, просто потому что затронута огромная площадь тела. И даже если он здоров. А что говорить о людях, у которых такая проблема, как онкология и снижен иммунитет? А татуаж это гораздо более поверхностное повреждение кожи. Мы даже не затрагиваем особо кровеносные сосуды, они находятся гораздо глубже. Но, конечно, будут некоторые особенности. Во-первых, нельзя травмировать кожу слишком сильно. И, соответственно, логично не идти к мастеру-новичку, который может ошибиться с глубиной. Выбирать правильно технику. Например, микроблейдинг. Ну, мы, в принципе, относимся к нему не очень хорошо. Вернее, очень нехорошо. Но особенно для таких клиентов нужно просто исключить этот метод, потому что при микроблейдинге очень сложно контролировать глубину внесения. И можно легко ошибиться. Плюс, как и в первом, так и во втором случае, может понадобиться удаление лазером. А для таких клиентов он противопоказан. И, естественно, у опытных мастеров, у топ-мастеров риск ошибки с такими клиентами сведен к минимуму. В нашей студии такая проблема решена просто. Делают процедуру онкобольным, у которых выпали волоски на бровях, либо ресницы. Делают только топ-мастера. И причем делают бесплатно в рамках помощи таким клиентам. Есть ли какие-то ограничения по зонам для таких клиентов? Татуаж век возможен. Ну, лучше всего выполнять заполнение межресничного пространства. Но иногда, допустима, изящная стрелка по желанию клиента. Помните о том, что нельзя сильно травмировать кожу. Татуаж бровей. Можно выбирать любую технику. И теневую растушевку, и волосковую. Волосковая смотрится более естественно. И наши топ-мастера предпочитают ее. Для клиентов этих салапеций. Но, в принципе, можно выбирать любую. А вот от татуажа губ онкобольным лучше воздержаться. Так как снижен иммунитет, татуаж губ спровоцирует обязательно вирус герпеса на губах. А он просто ухудшит состояние больных при курсе химиотерапии и лучевой терапии. Дорогие девушки, женщины, которые столкнулись с этой проблемой. И которые потеряли волоски на бровях, ресницы. Напоминаю, мы делаем в нашей студии эту процедуру совершенно бесплатно. Выполняют ее только самые опытные топ-мастера. Поэтому не стоит мучиться из-за вашего внешнего вида. Переживать и чувствовать себя неуверенно. Приходите, мы будем счастливы помочь вам справиться с этой проблемой. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях под этим видео. И если вы уже готовы записаться на процедуру, то можете сделать это по телефону, который указан ниже. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.